Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион в студии Ирины Меркурьева. И сегодня в выпуске. Несколько дней до сезона Анапа сверяет часы. Чистые пляжи – имидж курорта. Огни ночной Анапы. Город создает настроение. О кадровых изменениях, эффективности работы административной комиссии и борьбе с сезонной несанкционированной торговлей шла речь сегодня на общегородском планерном совещании. Начали планерку со слов благодарности. Ветерану муниципальной службы, бывшему главе Гостогаевского сельского округа Николаю Байру за многолетний добросовестный труд глава Анапы Сергей Сергеев вручил почетную грамоту. На посту Николая Николаевича сменил Олег Нехаев. Администрацию Витязевского сельского округа возглавил Василий Апазиде. А ГК Цорским округом отныне руководит Артур Маргарян. Глава Анапы Сергей Сергеев прокомментировал кадровые изменения. Люди, которые пришли в сельские округа, они все близкие к своим округам. Я хочу с удовлетворением отметить, что смена прошла, хотел сказать, поколений, прошла без потрясений, но все-таки то новое, которое мы ввели сегодня, и наши ноу-хау, они должны сыграть свою положительную роль для обеспечения комфортности проживания на территории. Первый заместитель главы Светлана Яровая дала поручение проанализировать работу административной комиссии. Мне приводят примеры, что есть 20 протоколов, 30, но ни один не взыскан, поэтому человек чувствует себя совершенно спокойно, свободно и, в общем-то, безнаказанно. Поэтому выбрать вот таких, как я уже сказала, злостных и направить судебным приставам соответствующий запрос, что они делают в этом направлении. Результат должен быть и в работе мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли. Мы сегодня, если мы упустили уже время, надо было заниматься, как только первый теплый день, они уже торговлю начинают. Тот, кто несанкционированно, выходит. Вот мы должны были выйти на улицу в первый теплый день. Сергей Сергеев потребовал конкретики в этом вопросе, предоставить список выявленных нарушителей и принятые меры. У выпускников школ сейчас самая ответственная экзаменационная пора. В управлении образования работает горячая линия по всем важным вопросам проведения ЕГЭ. 28 мая выпускникам 11 классов предстоит сдать единый государственный экзамен по русскому языку. Следующее испытание – ЕГЭ по математике. Чтобы помочь детям и родителям в непростой экзаменационный период, в управлении образования открыли горячую линию. Каждый день на нее поступает до 12 звонков. Звонят родители, звонят выпускники и интересуются, различные вопросы задают. То есть, какие новые правила приема, что значит базовый уровень, профильный уровень. Выясняют для себя такие моменты. И как будут проходить экзамены. Естественно, волнение присутствует и у выпускников, и у родителей. Но мы стараемся и отвечаем на все вопросы. Горячая линия работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Телефоны вы видите на своих экранах. Анапа на пороге высокого сезона. Готовность курортов встретить многочисленных отдыхающих стала главной темой на расширенном совещании под председательством главы Анапы Сергея Сергеева. В городском театре прошло расширенное совещание с участием представителей власти, руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли, общественности. Уже традиция накануне высокого сезона сверить часы и понять, где еще есть проблемы. Как отметил глава Анапы, оценку курорту дают отдыхающие. Но количество предоставляемых услуг никак не должно подменять их качество. И тем более ущемлять права анапчан. Но представление всех этих услуг нашим гостям ни в коей мере не должно ущемлять и создавать неудобства местному населению. Вот найти баланс здесь – это наша с вами задача. Я готов защищать наши интересы на любом уровне, но если мне кто-то подскажет, как понимать тех, кто обязан отремонтировать причал на нашем центральном пляже, уже отремонтирует. Тех, кто устанавливает настилы под кафе без разрешения на детской площадке. Вот как мне этих людей понимать? Сделано многое и в сфере городского хозяйства, и в санаторной отрасли. Все направления объединила в своем докладе первый заместитель главы. Один из важных вопросов – работа систем жизнеобеспечения в период повышенных нагрузок. Глава попросил отдельно остановиться на вопросе канализирования курортного села Витязева. Проблема многолетняя, но решение найдено. У нас, если коротко там остановиться, скоро будет вводиться на территории города новые очистные сооружения. И уже технически продуман вариант, как можно обеспечить водоснабжение, водоотведение поселка Витязева. Что, безусловно, позволит легализовать все объекты, то есть это будут не жилые дома, а гостиницы, и со всеми возможностями оказывать услуги достойным населению. На совещание вынесли вопросы классификации объектов размещения, обеспечения безопасности в здравницах и местах массового отдыха, соблюдения санитарных норм и многое другое. О достижениях говорили мало. О них по завершению сезона обсуждали конкретные проблемы и совместно определяли путь для решения. Считанные дни отделяют нас от самого ответственного для города периода. Важны совместные усилия для того, чтобы сезон прошел на отлично. Главное достояние нашего курорта – песчаные пляжи. Именно из-за естественного, а не привозного песка на береговой линии, россияне выбирают Анапу место отдыха. Как содержатся пляжи, насколько они готовы к курортному сезону, выясняла наша съемочная группа. Для работников пляжи начались горячие дни. На знаменитых Анапских песках ежедневно просеивают верхний слой, чистят акваторию от водорослей. Сотрудники предприятия объединения курортных услуг начинают работать с раннего утра. Спецтранспорт прочесывает пляжи, взрыхляет песок, вывозит мусор. 25 километров побережья. Да, мы действительно стараемся. С 6 утра и до 11 ночи мы здесь все находимся, все службы, все по сменам ходим, везде убираем. Сейчас идут, вот вы видите, последние приготовления, дорожки пролаживаем, все покрасили, все спасательные посты уже полностью комплектовали. На пляже в селе Витязево идут последние приготовления. Изменения есть в лучшую сторону, подтверждают местные жители и гости курорта. Нравится нам здесь отдых очень сильно, поэтому сюда и приехали. Чистота однозначно, то, что связано с чистотой, однозначно все продвигается вперед. На пляже оборудованы и работают медицинские спасательные посты, дежурят спасатели. С 5 утра рабочий начинает убирать мусор, оставленный вечером отдыхающими. Многое зависит от культуры людей, посещающих наш пляж. Люди возмущаются за курение на пляже, тут же курят и бросают дочки. Соответственно, это все тяжелее вытаскивать из песка, подрывают, пищу сюда несут. Хотя у нас есть и пункты общественного питания на пляже, канализированные, с водой. То есть мы как-то стараемся под какие-то нормы подобраться, чтобы у нас все было в порядке здесь. Теплая погода, установившаяся на курорте, позволяет принимать солнечные ванны. Уже сегодня анапские пляжи готовы к курортному сезону. Красота – дело рук неравнодушных. Чтобы навести вокруг своего дома порядок, не нужно слишком много усилий. Главное – с энтузиазмом и дружно подойти к делу. Как, например, жители домов по улице Ивана Голубца. Для жителей домов по улице Ивана Голубца свершилось долгожданное событие. Решена глобальная проблема. Началась установка бордюров вдоль проезжей части. Очень долгое время, больше 20 лет, мы ждали бордюры. Сейчас очень мы рады, что нам сейчас установят новые бордюры. Мы находимся на высоком берегу. Весь поток воды как бы хлещет именно от нас. И люди, которые проживают ниже по уровню, нас всех топит. Практически у нас страдали газоны. Мы не могли ничего... Поэтому мы очень довольны, что нам все-таки установят эти бордюры. Новые бордюры предотвратят размывание газонной части и цветочных насаждений после каждого ливня, которые в Анапе случаются часто. Бордюры протяженностью более 1200 метров установят вдоль улицы Ивана Голубца от Новороссийской до Тургенева. Свою родную улицу жители считают самой красивой. И прикладывают все усилия, чтобы она такой и оставалась. Надо побелить. Мы выходим все, начинаем белить. Надо цветы сажать, чтобы красиво было. Выходим и цветы сажаем. Мы все делаем. Убирается. Мы не ждем, пока нам руководство будет сказать. Сегодня субботник, должны выходить или этот квартальный... Мы сами выходим, все это сами делаем. Чтобы красиво было, удобно было. Наши дети ходят сюда, играются. И гости есть, чтобы выделить, что самая красивая улица – это наша улица. Руководитель ТОС номер 2 Евгения Карпенко живет в этом округе более 60 лет. К своему округу относится щепетильно. И людей приучила беречь и благоустраивать свою территорию. Без проблем всегда люди отвлекаются на эту тему, выходят. Несмотря ни на дождь, ни на солнце, всегда с удовольствием. Посадили много насаждений. У нас посажены 15 деревьев по улице Тургенева. 10 сосен посажены по Ивана Головца. Планируем также сейчас высадку. Уже высажены малорослые цветочки, петуния и все прочее. Виола высажена у нас от Зеленстроя. По просьбе Зеленстроя они нам помогли высадить. Жители поливают, ухаживают за этой виолой. Каждому под силу создать вокруг своего дома райский уголок. Главное – желание. Ночная Анапа – это особенный город. Яркая иллюминация, красочная подсветка зданий – все это создает романтическую атмосферу для любителей прогуляться в ночное время. И придает курорту особый облик. В преддверии курортного сезона на улице Крымска появились новые светящиеся баннеры. Анапа – самый солнечный город России. Теперь солнечные лучи освещают Анапу и в ночное время. Городское освещение – это еще и безопасность анапчан и гостей курорта. Центральные улицы переливаются разноцветными огнями. Причем иллюминация не увеличивает нагрузку на электросети. В Крымсе используются светодиодные светильники, требующие минимального расхода электроэнергии. Сегодня в Краснодаре станут известны имена победителей краевого этапа Всемирной робототехнической Олимпиады. В ней приняли участие 69 команд из 28 городов и районов Кубани. Анапу представляли воспитанники станции юных техников. 13-летний Сергей Шубенков занимается в Анапском кружке робототехники полтора года. Для Олимпиады собирал своего робота около двух месяцев. Состязание младшей возрастной группы называется «Ловля жемчуга». Интеллектуальная задача для машины, но машины думающей. Какой цвет кубика, то есть он только должен выбросить шариков. Например, красный кубик – три шарика. Или, например, синий – ноль. То есть он должен выбросить эти шарики в определенной зоне. Кружок робототехники открылся на базе станции юных техников более трех лет назад. Руководителем стал Олег Меншиков. В детстве Олег посещал радиотехнический кружок. Позже в Санкт-Петербурге получил специальность инженера автоматических систем управления и вернулся работать в родной город. Юные мальчишки учатся в кружке создавать и программировать роботов, используя конструкторы «Лего». Дело в том, что в кружке мы не готовим специалистов для осколковых или будущих инженеров. Мы заставляем людей думать в нужном направлении, развивать такие способности, как логическое мышление, объемное мышление, пространственное и прочие инженерные качества. Призеры краевого этапа представят Кубань на всероссийском этапе Всемирной робототехнической олимпиады, который пройдет в июне в Казани. Завершит выпуск прогноз погоды. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной Горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной Горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0, улица Крымская, 242, офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова